Другим темам. Сергей Терентьев, директор компании ООО «Торг-сервис-центр», завез на остров Аскольд триста пятнистых оленей и благородных моралов. После полного истребления поголовья оленей, бывшего оленеводческого совхоза, на острове снова будут жить грациозные и величественные животные. Подробности смотрите в нашем сюжете. Напомним, в конце 2018 года Сергей Терентьев, директор компании ООО «Торг-сервис-центр», завез на остров Аскольд несколько сотен пятнистых и благородных оленей с целью развить поголовье, создать олейник, возродить былую славу острову и воспроизвести популяцию величественных животных. Задолго до этого момента Сергей изучал, планировал, как грамотно и законно создать на острове личное подсобное хозяйство. Для того, чтобы осуществить ввоз оленей на остров, Сергей прошел ряд многочисленных инстанций. В 2018 году на остров приезжала группа службы госохотнадзора с целью выявления на острове оставшихся оленей от некогда существовавшего там олейника. В июне месяце 2018 года нас командировали на острове Аскольд по сигналу браконьерства на острове Аскольд. Прибыв туда, мы обследовали остров Аскольд. Браконьерство, конечно, мы там не обнаружили, потому что очень тяжело обнаружить. Но и при мониторинге, обследовании острова, скопления оленей вообще мы не обнаружили. После безжалостного истребления браконьерами оленей на острове Аскольде жизнь пятнистых практически прекратилась. Поиски группы оленей заканчивались безуспешно. Я вам скажу, я работаю более 30 лет. Я начинал с управления охотничьего надзора, потом в департаменте, потом... Раньше у нас была охрана, там такой был Василий Дрюцкий, это шкотовский охотовед. Мы подкармливали там в свое время, выделялись средства, ну а потом перестройка, и это, и... Ну, проблемы. Восстановление популяции оленя, это, конечно, приветствуется, но в законных параметрах. Мы уже пробовали совместно работать, значит, совместные выезды, поэтому мы будем дальше взаимодействовать, чтобы там не было никакого браконьерства. Взаимодействие, самое главное, взаимодействие. Создание сейчас нового оленика Сергеем Терентьевым вселяет надежду на то, что была слава острова и близлежащих населенных пунктов возродится. Возможно, это будет толчком развития острова Путятина. Жизнь на этом острове была некогда куда краше, нежели в нынешнее время. Ведь там тоже было множество пятнистых оленей, которые так же, как и на острове Аскольде, исчезли. Вообще, эта идея – это просто сперва развить просто подсобное хозяйство. Ну, а потом, это историческая родина. Там когда-то был совхоз Путятин, на Путятине и на Аскольде. И после полного истребления на этой территории совхоза и совхозных тех самых оленей с 96-го года, там же снят статус заказника. Ну и столько лет это было все безнадзорно и, соответственно, ничейное. Там все было уничтожено, разграблено. Сейчас животные привыкают к новому, просторному, отдаленному месту своего обитания. Здесь за оленями ведется контроль, уход и охрана. Несколько единиц наземного и водного транспорта доставляют туда два раза в неделю корм. Значит, мы их там кормим, подкормочные площадки, которые мы сейчас огораживаем, где их основная среда обитания. То есть, они будут обитать у нас уже в загороженных территориях, где их питание. Ну, это, в принципе, основная среда их обитания. Они оттуда не отходят, потому что мы их всех приручаем. Все олени куплены соответствующими документами с ветеринарным карантином, всеми прививками. Проведены через всевозможные инстанции. Только все документы мы, кстати, уже представили в Департамент природопользования. Здесь нет ни одного животного у нас, ни рожденного, ни в Приморском крае. Это все животные с питомников, рожденных в Приморском крае. Хоть и говорят, что ихня родина Сибирь, ну, Сибирь тоже можно назвать Дальним Востоком, поэтому... Но это животные строго с питомником. Историческая справедливость благодаря предприимчивому предпринимателю возрождается на острове. Это говорит о том, что надежда на возрождение сокровища Аскольда есть. Помимо разведения личного подсобного хозяйства, здесь планируется открытие свободной пешеходной зоны. Местные жители смогут воочию увидеть и даже прикоснуться к пятнистой шубке, покормить пятнистого оленя, сфотографироваться. На острове Аскольд после полного истребления поголовья бывшего оленеводческого совхоза началось возрождение оленеводства и животноводства. Мы считаем это знаковым событием для нашей территории, поскольку это только улучшит наш имидж, благоприятствует развитию предпринимательства, это создание новых рабочих мест. Сергей Терентьев и его команда по разведению оленяка работают в полном режиме, для того, чтобы учесть все нюансы по такому непростому и, несомненно, важному и нужному делу. Мы с удовольствием в любое время ждем и готовы пригласить любых посетителей, любые проверки, любые контролирующие органы. Мы ничего не нарушаем. Мы развиваем то, что можно развивать. За новыми событиями и жизнью оленей на Аскольде смотрите в выпусках Тихоокеанского телевидения.